Как повысить инвестиционную привлекательность российских регионов? Какие условия должны для этого создаваться? И какие инструменты использоваться? Эту тему подробно обсудили на заседании Государственного Совета России под председательством президента страны Владимира Путина. На заседании в Кремле работала наша съемочная группа. Глава Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного Совета России в Кремле. В совещании было посвящено теме повышения инвестиционной привлекательности регионов. Накануне глава Чувашия работал в Калуге, где состояло заседание круглого стола по аналогичной тематике. В Госсовете приняли участие главы субъектов Федерации, руководители политических партий, представители российского бизнес-сообщества. Президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил, что руководители регионов должны нести политическую ответственность за качество делового климата в своем субъекте. Уважаемые коллеги, нам нужно запустить настоящее соревнование за инвестора, за инвестиции. Чтобы каждый регион стремился создать у себя не просто хорошее, а наилучшие условия для ведения бизнеса. Только так мы можем рассчитывать на успех страны в глобальной конкуренции за прямые инвестиции, которые нам крайне нужны. В работе с инвестором нужно скоординировать усилия федеральных структур, институтов развития, региональных управленческих команд. Словом, необходимо выстроить целостную систему привлечения инвестиций в субъекты федерации, повысить эффективность особых экономических зон и индустриальных парков. Нужно показать инвестору потенциал наших регионов. Он должен четко видеть, как будет идти развитие инфраструктуры, какие меры государственной поддержки, какие льготы доступны в том или ином субъекте федерации, где планируется развивать промышленные кластеры, какие кадры будут готовить образовательные центры для реализации предлагаемых проектов. Ключевая задача региональной власти – создание благоприятной среды для предпринимателей. Но в ряде регионов инвесторы сталкиваются с большими проблемами. Ну, например, регистрация собственности занимает в Калуге 19 дней, а в Якутске 60. Подключение к системе электроснабжения занимает в Саратове 123 дня, а в Екатеринбурге 360 дней. Получение разрешения на строительство, кстати, показатель, по которому мы сильно отстаем от всех стран УСР. Так вот, подключение разрешения на строительство занимает в Сургуте 150 дней, а в Твери – 448. Вообще-то уму непостижимо. На деле это означает, что в одних субъектах федерации ничего не делают для развития бизнеса, а еще хуже – разрушают деловую среду, а в других – создают условия для предпринимательской инициативы. Хочу прямо сказать, выбор вектора развития всегда остается за руководителем региона. Его роль, безо всякого преувеличения, является определяющей. Личная порядочность губернатора – важнейшая составляющая регионального инвестиционного климата. Так же, как его способность заставить подчиненных обеспечивать честную конкуренцию. Губернатор должен сам находить время для личного общения с инвесторами, а в случае необходимости назначать ответственного из числа своих заместителей за сопровождение конкретных проектов. Сегодня в руках у руководителей субъекта федерации имеется достаточно много рычагов для того, чтобы реально осуществлять привлечение инвестиций. И успех этой работы зависит от эффективной координации федерального центра, субъектов федерации и муниципалитетов. В настоящее время в Чувашии создаются благоприятные условия для ведения бизнеса. Так, в 2012 году по прогнозной оценке объем инвестиций в основной капитал составит 65 миллиардов рублей. А к 2015 году этот показатель планируется довести до 103 миллиардов рублей. Вернувшись из Москвы, глава Чувашии провел совещание с правительством республики. Михаил Игнатьев поделился своими впечатлениями от посещения Калуги и участия в работе Государственного совета. Еще раз подчеркнув необходимость повышения инвестиционного потенциала Чувашии.